Почти 15 тысяч белорусов могут посетить Грузию в этом году. Из них почти 4 тысячи это те, кто выбирает отдых на Черноморском побережье, Батуми. Получается, Грузия претендует на топовое направление туризма сезона 2014. Но за этим стоит колоссальный труд. За несколько лет страна сделала настоящий прорыв на поприще въездного туризма и получила первое место среди стран Европы по росту туристической сферы. В чем секрет успеха и почему море лишь только фон, знает наш корреспондент Анна Рублева. Горы и море Грузии в представлении не нуждаются, но открыть для себя эту страну заново можно даже под землей. Эту пещеру вблизи Кутаисии открыли около 30 лет назад. До этого она была лишь объектом экстремальных путешествий, а сегодня каждый день принимают туристов. И дело не только в легенде, а прикованном к этой скале Прометеи. В пещере постоянная температура 14 градусов. Работы для туристического комплекса проводились уже с 2007 года по 2011 год. 96% влажность. Турист, который рассматривает пещеру, проходит больше 800 ступеней. Работы по благоустройству велись почти 4 года, и только третий сезон комплекс принимает тысячи туристов. В том, что вложения окупятся, здесь никто не сомневается. Здесь 80 метров под землей и температура 14 градусов, так что теплые вещи будут совсем не лишними. Еще понадобится терпение, потому что длина пещеры почти полтора километра, а преодолеть придется 800 ступеней. У туристической отрасли Грузии именно такой путь терпения, бережное отношение к тому, что есть, и тому, что еще предстоит сделать. Сегодня доля туризма в ВВП страны составляет около 10%. Для сравнения, этот показатель у Хорватии стремится к 20%. Но для такого роста должен быть не только благоприятный климат во всех смыслах, но и постоянное движение. Не случайно в прошлом году Грузия заняла первое место среди стран Европы по росту туристической отрасли. Это касается не только количества туристов и иностранных путешественников, а коэффициента загрузки гостиниц, дохода в экономику, полученной из международного туризма, долю ВВП международного туризма и всяким параметрам, как мерится туризм. Море — это всего лишь фон и небольшая часть того, на что делается сегодня ставка. Грузия привлекла огромное количество фестивалей, в том числе джазовой и электронной музыки. Батуми становится популярным местом не только благодаря пляжному отдыху, но и большому количеству казино. Последние привлекают туристов из соседней Турции, Азербайджана и Армении. Для Аджарии, безусловно, приоритет туристической отрасли. Мы активно работаем со всеми странами. Беларусь тоже очень важна для нас. Для сравнения, в прошлом году по статистике отелей Батуми посетили почти 2000 человек, а в этом сезоне это количество удвоится. У нас сейчас высокий сезон, отели переполнены, но в скором будущем планируется строительство новых гостиниц. Аджария — автономная республика на юго-западе Грузии. Аджарская столица Батуми — основные морские ворота страны. В субтропике. Площадь Аджарии — почти 3000 квадратных километров. Население свыше 400 тысяч человек. И еще больше людей едут не только на море, но и к горным водопадам. А также в крепость Гонио, в 15 километрах от Батуми. Несколько веков назад здесь было место генуэзской торговли. Сейчас об этом напоминают раскопки. Но туристов также привлекает могила Святого Матфея, одного из апостолов. И природа, как в экзотической Камбодже, только гораздо ближе к Беларуси. Всего спустя три часа на самолете прямым рейсом из Минска. Анна Рублева, Денис Соколовский. Сфера интересов.